Субтитры подогнал «Симон» Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народа и дорбавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется «Бэгар» – «На горе». Начинается она такими словами. И сказал Господь Маше на горе Синай, говоря. Значит, и прочтя всю главу, у меня возник сразу такой образ интересный. Вся она посвящена, значит, законам субботних лет и законам юбилейного года или года Ювэль. Значит, и там много говорится о рабстве. То есть существует, Бог дал законы, регламентирующие рабство. И знаете, так вот как-то оно, ну, бросилось вот в глаза. Рабство – это самое уничиженное состояние, в котором может находиться человек. Ну, разного рода рабство. Мы сейчас говорим вообще о рабстве как таковом. Потому что, ну, что может быть хуже рабства? Смерть – это избавление. От рабства ли, не от рабства ли. Понимаете? А рабство – это самое уничиженное состояние человека на этой земле, в этом мире, в котором мы живем. А на горе, где Господь встретился с Маше, значит, вот мы когда говорим, что мы взойдем на гору, да, мы таким образом, таким вот образным языком говорим о том, что мы хотим встретиться с Богом, да. Значит, скажите, пожалуйста, что может быть выше горы? А что может быть выше самой высокой горы? Что может быть по достоинству, выше достоинства Господа? Ничего. Теперь смотрите, Бог, с которым происходит встреча на горе, значит, Он представляет себе наивысшее достоинство, которое вообще возможно в этом мире. И вот в наивысшей точке говорится о самом наивысшем состоянии. И вы знаете, когда я читал постановление в отношении рабства, я честно не увидел того, что Бог учреждает рабство как таковое. Понимаете, о чем речь? То есть вот Он не говорит, вот изберите вот этих вот людей, и они будут вам рабами. Речь идет о законах, которые регламентируют те отношения, которые существовали на тот момент и до сих пор существуют, к сожалению, на земле между людьми. Учитывая то, что так вот случается по жизни, что есть богатые, есть бедные, есть князья, есть просто обычные люди. Существует определенного рода неравенство. Оно существует, потому что человек таков. И Бог, зная, что человек таков, Он просто дает определенные законы, регламентирующие вот эти взаимоотношения, для того, чтобы это не выходило за определенные рамки. Чтобы даже существующее рабство не уничижало человеческое достоинство. Не уничижало вот тот образ Божий, который Бог заложил в человеке. И вот интересно, кто-нибудь помнит в Новом Завете, есть места, которые говорят про юбилейный год? Не помните? Хорошо, я прочитаю. Значит, Евангелие от Луки, 4 глава, с 16 по 21 стих. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И именно в этом отрывке пророка Исаии идет речь об юбилейном годе, который повелевалось отпускать всех рабов, возвращать все земли, прощать все долги. То есть, если мы посмотрим более внимательно, на что, к сожалению, у нас не так много времени, то есть юбилейный год, это каждый 50-й, и есть еще субботние годы, или годы Шмиты на иврите, это каждый седьмой год. И вот в контексте изучения того, что же такое суббота, очень полезно рассмотреть именно вот эти вот главы, потому что они также раскрывают понятие субботы не как дня недели, а как явление, которое рассказывает нам нечто о Боге. Значит, и здесь можно увидеть, что, ну, помимо того, что рабы отпускались на свободу, земля возвращалась к своим хозяевам, прощались все долги, значит, есть небольшая разница между годом субботним и годом юбилейным. Если, к примеру, раб еврей не хотел выходить в субботний год на свободу, ну, нравился ему такой вот образ жизни, что он ни за что не отвечает, ни о чем не думает, ничего не планирует, вот он просто делает то, что ему говорят, получает свою похлебку, получает крышу над головой, одежду, вот устраивает его такая жизнь. Значит, и он говорит, я хочу остаться у своего господина, мне нравится, я его люблю, все нормально. Значит, он должен был, если помните, приколоть, проколоть, точнее, мочку уха к дверному косяку или к двери. Значит, ну, понимаете, что при этом кровь течет, и знаете, для меня это такой очень интересный образ. Если помните, при исходе дверные косяки помазывались кровью Агнца, а здесь получается, кровь человека покрывает кровь Агнца. То есть, грубо говоря, человек плюет на свободу, которая ему дарована, и предпочитает безответственный рабский образ жизни. И Бог с этим смиряется в течение 49 лет, он допускает это. Но в 50-й год такой свободы уже нет. При том, что тот раб провозглашался рабом навечно, в каждый 50-й год он просто обязан был вернуться в свой дел, вернуться в свою землю, обрести вот эту свободу и начать ответственный образ жизни. Начинать распоряжаться тем делом, который Бог ему дал, брать на себя ответственность, принимать серьезные решения для того, чтобы он, его семья жили в достатке, чтобы он мог уделять из того, чем Бог его благословляет, чтобы он мог уделять также и на нужды общества израильского. То есть, это действительно уже взрослый ответственный образ жизни. Знаете, в Новом Завете сказано, «Ибо ныне, оставляя времена неведения, Бог повелевает всем и повсюду покается». Понимаете, он не призывает, он не просит, он повелевает. И это достаточно серьезный уровень. И что Новый Завет еще говорит? Римлянам 8 глава, с 12 по 23 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, вводимые духом Божьим, суть цены Божьей. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Мессии. Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу, славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. И здесь говорится о том, что мы действительно призваны к свободе, к свободе от греха. И основной принцип жизни в Божьей праведности состоит не в том, чтобы избавиться от греха и думать, как бы исправиться, очиститься, а задаваться целью о том, как жить праведной жизнью. Понимаете? Потому что написано, что живущий по духу не будет исполнять вожделение плоти. Жить по духу – это первично, а неисполнение вожделений плоти – это вторично. И мы должны задаваться целью действительно угождать Богу, а не угождать плоти своей. И еще 1 Коринфянам 7 глава 17, 24. Только каждый поступает так, как ему Бог определил. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным? Не обрезывайся. Обрезание – ничто, и необрезание – ничто. Но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и сможешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равные призваны свободным, есть раб Мессии. Вы куплены дорогою ценой. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья? В том каждый оставайся пред Богом. Аминь.